Пойма рек Аки и ее приток из Уши в Болховском районе Орловской области получила жуткое название «Долина смерти». В 1942 году там остались навечно более 300 тысяч человек. Данные неточные, возможно, что еще намного больше. Основные потери были зимой 1942 года. Сотни тысяч человек 3-й и 61-й армии наших войск были расстреляны немцами с пулемета в этих местах. Тогда советское военно-политическое руководство решило, что немецкие войска, захватившие в тех местах территории, сильно истощены. Но это было большой ошибкой. Противник лишь использовал передышку для укрепления своих позиций. Гитлер строго приказал не отступать. Редкие деревья на местности, где держали обороты наши войска, а немцы укрывались в глубоких оврагах наоборот. Обрывистые берега, все это мешало нашим войскам сделать танковую атаку. На противника. Еще и большие снежные заносы на дорогах. Пополнения боеприпасами по этой причине не было. Для наших войск обстановка была крайне тяжелая. Противник мог осматривать и вести стрельбу. А наши войска почти как на ладони на открытой местности. 6 февраля 1942 года наша 137-я стрелковая дивизия получила приказ о наступлении. После короткой артподготовки слез за танками поднялась и наша пехота. Но танки так и не смогли преодолеть крутейшего берега реки. Батальоны были прижаты к земле и наступление остановилось. Еще несколько было попыток атак наших частей, но все безрезультатно. Честь, недалеко расположенная от места событий деревни, получил название Крецовский мемориал. Мемориальный комплекс представлен из двух частей – площади траурных церемоний и памятника погибшим воинам. Расположен он в красивой березовой роще, ухоженной, десятки бетонных плит с названиями боевых подразделений. Трудно посчитать таблички с фамилиями в алфавитном порядке от А до Я. Имеются записи о количестве безызвестных погибших и известных тоже. У обелиска славы зажжен вечный огонь, раскопки продолжаются каждый год. Еще видны свежие канавы, где недавно они велись, буквально в прошлом году. Найдены каски, которые аккуратно сложны, рядом с ними также живые цветы, которых всегда очень много. Во время нашего последнего посещения мемориала были видны автомобили из Московского, Смоленского, Саратовского регионов. На глазах у людей я видела слезы. Каждый год добавляются отдельные таблички с единичными фамилиями, рядом цветы. Видимо, этих бойцов посещали родственники. Добраться до Кривцовского мемориала просто. Если приехать в город Орел, то надо по улице Октябрьской выехать на трассу по направлению в город Болхов Орловской области. По достижению указателя на мемориал свернуть направо, через время налево. Там имеется также опознавательная табличка. Играет музыка. Продолжение следует...